Итак, докладываем на этот ряд. Сейчас кину туда растворчика чуть-чуть. О, что самое интересное, у меня кирпичи все четко совпали по кругу. Не надо не подпиливать его было ничего. Но сейчас надеемся, что этот тоже войдет красивенько, так как у нас тут вот этот красивый. Сейчас мы его будем туда на постоянное место жительства вставлять. Вроде идет потихоньку. Все, он уже там. Сейчас мы его определим окончательно. Ну, как-то так. Все, последний кирпич. Теперь наша задача заполнить все вот эти вот полоски. Но прежде чем заполнить, есть у меня такая палочка специальная, виноградная. Обязательно виноградная. Конечно шучу, можно любая палочка. Сейчас мы туда растворчиком накидаем немножко. Вот так вот. Так, везде накидаем. Да, везде накидаем. А вот сюда нужно добавить. Теперь мы берем палочку и вот этот вот раствор потихонечку там. Надо немножко его утрамбовать, чтобы он занял все пустоты. Так же самое здесь. А потом мы докидаем еще сверху. И так по кругу. Тут понятно, да? Камушки я сюда не кидаю. Можно в принципе в эти пустоты и камушки покидать. Бой огнеупорный. У меня его нету, этого боя огнеупорного. Так что обойдемся без камушков. Есть раствор. Конечно, раствора больше уходит без камушков. Но зато он заполняет тщательно все пустоты. Сейчас пройдусь по кругу и дальше заполним все. Так, молоточек нам уже пока не нужен. Итак, заполнили мы уже все отверстия. Сейчас будем дальше продолжать заполнять. Тут уже немножко проще все идет. Берем раствор и тщательно его туда забрасываем. Камень уже никуда не съедет. Уже надо заполнить пустоты. Сохнуть, конечно, будет долго. Но ничего страшного. Мы никуда не спешим. От чего делаю? Там дыр есть. У меня мангал. Вот там вот. Покажи, Таня. Видно? Сделанный. Сейчас модно делать из этих баллонов газовых. А это еще корабельный огнетушитель. Когда-то вывозил металлолом с порта. И мне подарили. На металлолом выкинуть. Я его домой забрал. И вот это вот сделал мангал. Он много лет служил мне. Хотел сделать, знаете, как делается сейчас? Станина от швейной машинки. Или еще она красивая. Вот хотел на такую станину поставить этот бочонок. Ну, станину я так и не нашел. Бочонок этот был когда-то покрашен огнеупорной краской. Ну, со временем, короче, всему приходит конец. Ну, этому мангалу тоже скоро придет конец. Ну, мы решили ему продлить жизнь. Я его еще раз почухаю, покрашу. И мы заберем его на дачу. Он будет жить у нас на даче. А дома у нас будет вот этот вот шикарный тандем. Вот и вот он. Так, немножко я уже заполнил тут. Ну, раствор закончился, сейчас будем замешивать другой. Высыпаем, пол ведра, потому что мне еще один ряд Наливаем, на глаз делаем все. Там кто-то скажет сколько литров, на сколько килограмм Берешь, включаешь и пошел. Повторюсь, я не профессионал, может кто-то вначале воду льет, а потом сыпет, да по-моему без разницы, как барабан, лишь бы мокрая была и хорошая. Ну, тут сразу видно, воды мало. Добавляем, по чуть-чуть, пока не доведем до нормальной системы раствора. Вода мутная, я в ней кирпичи мочил, поэтому не чистая, не прозрачная. Ну, для стройки пойдет. Маловато, чуть-чуть надо еще добавить. Ой, наверно, много. Сейчас на тебя будет напасть. Иди. Маловато, чуть-чуть. Маловато, чуть-чуть. Все, ребята, раствор должен быть такой. Берегите свое оборудование, свои инструменты. Сразу направляем. Две секунды дела. Секундное дело. Все чистенько. Видите, положи. Не засыпает ничего. Раствор. Тут у меня тряпочка лежит. Потому что я покрасил. Чтобы не поцарапать. Берегем свой труд, как говорится. Сейчас все дорого. Краска тоже дорогая. Опа. Оставим. И продолжаем заполнять по кругу. Что хочу еще сказать. Почему решилась бочки сделать? Самый бюджетный вариант. Там бочка была. Инструменты есть. Под бочку поставил вот таких вот. Шесть бордюрчиков. Шесть бордюрчиков. Ничего не заливал. Просто так хорошо землю уплотнил. Утрамбовал. Положил сверху бордюрчик. И сверху бочку поставил. В крайнем случае. Три хороших мужика сильных. И его могут перетащить куда-то в другое место. Хотел сделать такой стационарный. Но там сильно большой гембель. Надо фундамент делать. Арматура. Все это. В общем накладно. Потом выкладывать все кирпичом огнеупорным. Потом сетка утеплять. Не захотел. Потому что дорого. Сейчас нету столько фиоманцев. А в принципе эффект будет один и тот же. Что в этом тандыре. Что в стационарном. Огонь горячей не сделаешь. Так. Сейчас я его закидаю до конца. И дальше продолжу. Сейчас подожди. Я поехала. И так дорогие друзья. Немножко отвлекусь. Покажу свою печку. Немножко тут бардак у меня. Сейчас. Секунду. Ох. Печку тоже делал сам. Немножко накосячил. Облицевал ее. Вот такой вот плиткой. И она поотваливалась. Ну ничего. Я ее тут заделаю чем-нибудь. Будет все красивенько. Вот. Вот. Тут у меня мангал тоже есть небольшой. Вот он. О. Ну то он маленький. Ну на семью только. А когда гости приходят. То не хватает конечно этого мангала. Поэтому тандыр делают. Тут у меня русская печечка. Есть. Вот мы недавно в ней пирожки вкусные делали. В принципе русская печка это тот же самый тандыр. Только. Это лежачая. А это вертикально. Но это не чисто русская печка. Это такое что-то. Русская печка она большая. С лежанкой идет совсем. А это такое среднее между русской печкой и помпейской. Средненькая. Небольшая и не маленькая. Тут у меня варочная плита. И тут у меня коптилка еще есть. Вот. Строил я ее месяца два с половиной. Тоже потихоньку. Не спеша. Что в интернете искал. Тоже делал фундамент. Заливал. Арматуру кидал. Тут уже все конкретно. Вот у меня реактор есть. Один энергоблок. Вот ставлю его. Шесть вот таких вот барбатеров подсоединяются. Обязательно. Это многоступенчатая дистилляция называется. И вот такой вот агрегат у меня. Догадались с чего сделано? Со старой стиральной машины вверх. Это охладитель. Точно энергоблок. Реактор. Барбатеры. И охлаждение. Все как на атомной станции. Сюда идет. Тут остывает. Отсюда вытекает. Только банку поставлю. Змеевик. Все это из нержавейки сделано. Еще трубки обязательно силиконовые. Потому что пищевой силикон. Он конечно я доставал дороговатый. Но ничего. Все нормально. Продукт получается замечательный. Я как-нибудь сниму видео. Уже процесс как у меня идет. На дровишках. Вон дровишки. Только вы не думайте что эти дровишки в русскую печку. Нет. Сюда. В реактор. Покажи. Коптильник. Откроем. Как она открывается. Печка. Вот она. Вот так вот работает. Я ее уже. Сколько? Лет шесть наверное. Как я ее построил. И вот это вот за шесть лет. Я ее немножко вот подкрасил. И отвалилась плитка. И все. А так больше нигде ничего. Как стояло. Вот это так и стоит. Ну переходим. Интересно. Что. Вот этого охладителя. Хватает. Полный перегон водки сделать. А это кран что? А это кран можно сливать воду. Можно сделать. Можно не сделать. А еще вот тут вот. У меня не было из нержавейки болтиков. Эти поржавели. А еще их можно будет турбиночкой аккуратно тюкнуть. И новенькие поставить. Так что не выбрасывайте свои старые стиральные машины. Со старых стиральных машин. Все пригодится. Есть у меня еще коптилка. Когда-то самая первая. Еще до той, которая в печи. Тоже со стиральной. Коптилку сделал из двух баков. Где-то на чердаке лежит. Там надежь снимешь. Что-то мы ей не пользуемся. Ну ладно. Переходим к стандыру. Вот я так. Отлекся немножко. Так. Продолжаем заполнять по кругу. Итак. Закончил я забивать все пустоты. Вот такой вид у меня получился. Напомню. Что у меня пошло на это. Бочка. Кусочек лолочки. Катанки. Вот такой вот столик я сделал. Тут арматуринка. Подпорочка. Чтобы он не прогибался. Покрасил. Покрасил. Да. Кусочек железа. И 65. Даже 67. Кирпичей огнеупорных. И 5 мешков. Сколько там килограмм? Сейчас посмотрим. 25. По 15 килограмм. А по 15 килограмм. 5 мешков по 15 килограмм шамотной смеси. Вот это все что у меня ушло. На вот такой вот. Заканчивает. Если бы я строил стационарный. То там еще надо чем-то его утеплять. Плюс сетка. Плюс фундамент. Плюс семена. Зарядка заканчивается. Сейчас выключится. Ну я. Все. Ну вроде бы все сказал. Вот. Зарядка заканчивается в телефоне. Сейчас пойдем подзарядим телефон. И продолжим. Еще один ряд. И мне еще один ряд. Тут надо подумать. Как его сделать. Ну все. Пойду заряжу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok